Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. В студии сегодня у нас настоящий спортивный проект под названием «Лёгкая атлетика». Предстоятельница этого великого вида спорта, российская легкоатлетка, мастер спорта России международного класса, очаровательная Елена Геннадьевна Раздрогина. Здравствуйте, Елена Геннадьевна. Здравствуйте! Во-первых, медали... Вы знаете, когда к нам приходят совсем юные спортсмены, у них медальки ещё новые, только что отпечатаны. А здесь уже видна история, потому что медали разноплановые, и каждая медаль – это часть вашей жизни, и не только часть жизни, часть подготовки. Мы обо всём этом поговорим, но начнём мы с того, что вы же живёте в городском округе Люберцы. Вы отсюда? Нет, да, я из Кировской области, из города Вятских полян. То есть вы там родились и какое-то время там жили, да? Да, я училась в школе в Вятских полянах, заниматься стала спортом в шестом классе, когда пришёл к нам тренер по лёгкой атлетике. Это он, да? Говорит, кто хочет ко мне? Да, Канаев Владимир Николаевич, когда вот пришёл такой тренер, у нас было очень много желающих в спортивном зале, у нас все скамейки были заняты, мы пока ждали своей очереди там поиграть, и было очень интересно. Но обычно же в школе, ну, насколько я помню, всё-таки игровые виды спорта, да, и девочки, и мальчики, там, волейбол, баскетбол, ну, мальчишек ещё футбол, хоккей, а у вас вот лёгкая атлетика. От тренера это зависело, да? Да, от тренера, в принципе, от его желания, от его энтузиазма. Сначала мы бегали на улице, а затем мы уже зимой переходили в манеж спортивный. Ну, а папа с мамой, родные, близкие, дедушки, бабушки, были довольны, что вы пошли в лёгкую атлетику? Мама говорит, я всегда любила кататься на лыжах, в общем, считала, что спорт, это как бы касается её тоже, и очень была счастлива, что я занимаюсь лёгкой атлетикой. Ну, и потом же врачи тогда говорили, и сейчас говорят, что когда маленький ребёнок, да, там, шестой, седьмой класс, идёт становление всё-таки ещё, вот, а сегодня и раньше приходят в лёгкую атлетику, это для организма же ещё очень хорошо. Я, когда начала заниматься спортом, самое удивительное, что мне врачи запрещали заниматься лёгкой атлетикой, вообще спортом. Почему? Вот у меня тогда был шум сердца, и они говорили, нет, вам нельзя заниматься, вам только лечебная физкультура, а тут я, наоборот, стала заниматься лёгкой атлетикой, и это, наоборот, мне помогло. Для здоровья, да. И считаю, что это здорово и замечательно, что дети занимаются. И когда вот пришёл тренер, мы сначала бегали короткие дистанции, я сначала была там последней, для меня за счастье было, если я была предпоследней, когда прибегала. А потом дистанции увеличивались, и я уже становилась в призёрах, потом на 800 метров, 1500, и вдруг я стала побеждать среди своих, в своём городе. А вы помните, когда вы первый раз победили, какие у вас были эмоции? Эмоции у меня были, ведь, так большая радость была, что я вот, наконец-то, выиграла там свою подругу. Ага, может, там ещё конкуренция. Да, конкуренция среди своих, а потом меня уже взяли за команду город Бятские поляны, мы поехали в областной центр. То есть это уже серьёзно. Да, это уже серьёзно заявки. А затем уже, через какое-то время, уже студенческие годы, я стала выступать за город Киров, за областной центр. А затем уже, да, так мы и пришли в профессиональный спорт. Но я так понимаю, что оказалось, что для вас чем длиннее дистанция, тем лучше. То есть вы по... лучше вам давались именно длинные участки. Да, выносливость, да. Я была более выносливой, чем скоростная. То есть бывают те, кто скоростные, а не на короткой дистанции, да, то есть раз, и все силы. Да, быстрее, быстрее. А вам нужно, чтобы... как это вот, второе дыхание же, оно есть? Второе дыхание? Да. Или нет? Ну, кого как? Как приходит, да. Ну, говорят же так, что вот, вот вы, вот ждите, ждите, и пойдёт второе дыхание. Ну, если грамотно распределить силы, то будет второе дыхание. А если их потратить сразу в начале, на первую половину дистанции, то там уже их уже не будет. Ну, давайте тогда сразу скажем, в каких видах лёгкой атлетики вы выступали, потому что это марафонский бег или какой-то ещё? Расскажите, пожалуйста. Или они разные были? Значит, я, значит, вот я сказала, в школьные годы я бегала там 800-1500, потом я пришла, поступила в Пет-институт города Кирова. В студенческие годы я уже стала бегать 1503, километра 5, два с препятствием попробовала, где я выполнила КМС, кандидата мастера спорта. Препятствия – это и наверх, и через суток прыгать. Да, через барьеры с водой, затем 10 километров, и уже, когда я закончила институт, перешла к старшему тренеру сборной страны, мне предложил пробежать марафон. Готовиться и по его плану подготовилась на 42 километра 195 метров. 42 километра – это же просто, это всё время бегать из Москвы в Московскую область. Фантастика, фантастика, грамотно распределить свои силы. Первый марафон когда состоялся? Первый марафон, он был в 92-м году, московский международный марафон, но больше для меня был памятный марафон омский. Значит, почему? Я перешла к старшему тренеру сборной СССР, значит, он мне предложил подготовиться к марафону, и по его плану, и было у него условие такое. Вот если ты пробежишь из двух часов в сорока минут, я тебя возьму за границу во Францию. И у меня была такая цель, увидеть Париж, увидеть мир. Я выиграла этот марафон, выиграла машину. Машину даже выиграла? Да, выиграла машину. На финиша стояла машина. Но большая радость была не от машины, а от предвкушения ожидания поездки за границу. Но вы же не просто поедете в Париж. Я так понимаю, вот эта замечательная ваза – это и есть парижская ваза? Да, парижская. Но это уже в 97-м году я выиграла. А первое окно в Париж вы открыли? В 93-м году я пробежала с тем же результатом в городе Реймс, что и пробежала в Омске, но была только лишь 8 мая. И вы поняли, что в этой Франции нужно бегать чуть-чуть быстрее, да? Да. Это уже начался аскетизм, это уже работа над собой началась, это уже профессиональный спорт, где ты более серьёзно относишься к себе. А вот психологический аспект. Когда вы поняли, что вы, получается, по образованию вы педагог, да? Когда вы поняли, что спорт – это не просто вот мама радуется, все радуются, вот девочка у нас ходит там в кружок секцию спортивную, ну, там выступила на городских соревнованиях, ну, медали ей вручили. И тут вдруг, мало того, что у вас дистанции какие-то становятся запредельные, ну, для такого неспортивного человека, у вас ещё и глобальный спорт, огромный. То есть психологический аспект. Когда вы поняли, что вы спортсменка, и чем отличается спортсменка высших достижений, как мы говорим, от простого увлечения спортом? Это ответственность. Ты, когда уже готовишься к соревнованиям, ты уже вкладываешь и деньги на подготовку, ты стараешься очень, и ты знаешь, что на финише всегда, на крупных соревнованиях всегда есть деньги. И ты понимаешь, что ты призовый фонд, и ты отрабатываешь, ты должна выступить настолько хорошо, чтобы не подвести тренера, который с тобой работал, менеджера, который с тобой ведёт работу, что я не одна, что у нас команда. Это уже ответственность. Это была, это проведена большая работа. Поэтому нужно было уже следить за своим здоровьем, за питанием. То есть нельзя было уже так, в тортике есть. Да, относиться к своим тренировкам уже более серьёзно. Ну это практически круглосуточный режим. Правильный сон, правильный подъём, зарядка, побежали. Хочу, не хочу, да, могу. А личной жизни-то это, наверное, тоже мешало как-то? Что у спортсменов, наверное, трудная личная жизнь? Я когда занималась профессиональным спортом, у меня, я больше, как бы скажем, занималась спортом. Уже было не до личной жизни пока, потому что весь акцент на этом. Если ты будешь заниматься личной жизнью, там, и какие-то у тебя ещё, какие-то отношения, ты будешь... Раздваиваться. Да, у тебя энергия направленная, ты будешь нервничать, переживать какие-то эмоции, а у тебя цель большая какая-то. То есть вам пришлось даже отключиться от этого всё ради цели. Да, поэтому... И потом было очень интересно ездить за границу, выступать, там другой мир, мир спорта. Это так интересно. Ну и потом, я так понимаю, что немаловажный момент, это же всё-таки ещё за свою страну. То есть это то, что вот сейчас, конечно, мы поставлены в такие странные условия, да, там, без флага, без всего. И то, когда, вот особенно в паралимпийских играх сейчас хорошо показали себя наши спортсмены, и даже телевидение начало показывать паралимпийские игры, а олимпийские, кстати, парижские игры не показывали, по крайней мере, официально. Но, тем не менее, век интернета можно было это всё смотреть, и даже те спортсмены, которые выступали, ну, что называется, там, они под флагом России, мы-то знаем, что они наши, верно? Вот, и это всегда важно и приятно. И вот тут такой вопрос, когда медаль вы получаете ещё трудную, выстраданную, первое место, когда, может быть, что-то пошло не так, нервы и так далее, это какие ощущения происходят? И там, я не знаю, гимн играет, флаг поднимается. Нет, нет, это такая большая гордость, когда ты становишься на подиум, и тебе вручают, там, медаль, там, гимн, действительно, это за душу хватает, это действительно достойно, это здорово, поэтому очень хочется вернуться снова в спорт. Конечно, я дружу с Паутовой Еленой, которая ездила сейчас в Париж на Паралимпийские игры, да, хотелось, конечно, и участвовать, именно бежать в марафоне, но её поставили на другую дистанцию. Ну вот мы ещё поговорим о марафоне как о виде первенства, потому что вот, опять же, не знаю, как вы, для меня вот пробежать, я помню, 3 километра нас в армии заставляли бегать, это какая-то была всегда трагедия, но, наверное, люди, наверное, делятся, да, все люди, на бегунов и не бегунов, на пешеходов и на бегунов, вот вы бегунья в чистом виде. Я бегала не только марафон, я бегала пробеги, там, 15, полумарафон, 20 километров, также участвовала на сверхмарафоне, пробежала комрадес-марафон, была восьмой, бежала 50 километров, участвовала на чемпионате России в Черноголовке, тоже заняла первое место, у меня был даже, я даже являюсь экс-рекордсменкой на 50 километров, России, мира, даже Европа, оказалось. Так, давайте разбираться, 50 километров, я испытаюсь проложить маршрут. Это побольше, побольше, чем 42. А как вот, давайте, расскажите все-таки, как можно бежать? Все зависит от подготовки, от настроя. Сколько нужно готовиться год, полгода, 3 месяца для того, чтобы выйти на старт? Если первый, ну, как вы, если первый, у нас же идет подготовка круглогодичная, мы закладываем базу вначале, потом мы раскручиваемся, более, скажем, готовимся к этому старту, подготовку ведем, к этому скорость набираем. Сколько к марафону 50 километров нужно готовиться? Ну, вот для вас. Ну, вот сколько? Вот вы же, наверное... Ну, смотря какой результат вы планируете, правда? Как? Мы планируем только один результат, победу. Добежать до финиша? Да, не, не, до финиша, да. Я и до финиша не пройду 50 километров. Сейчас мы завершим первую часть. Вы пришли с какими-то интересными... Я пришла, да. Я сейчас работаю педагогом Дворца детского и юношеского творчества. Я занимаюсь спортивным ориентированием. Ой, можно? Да. Я помню, когда ты занимался. Ой, как интересно. То есть это вот ставится задача, да, деткам, и они должны... Значит, я сейчас работаю на паре с Ходеревым Николаем Геннадьевичем. Он ведет, развивает спортивное ориентирование в Люберецком округе. Так. Значит, базируется он в поселке Октябрьский. Соревнования на кубок главы городского праволюберца. Благодаря администрации Люберецкого округа мы смогли провести 5 стартов. Николай Геннадьевич провел благодаря администрации 5 стартов соревнований по спортивному ориентированию в поселке Октябрьский. Последний раз провели 21 сентября. Участвовало более 500 человек. Это даже больше участников, чем на чемпионате в Пиренце Московской области по спортивному ориентированию. Значит, у нас будут чемпионы. У вас есть чемпионы. Планируется провести 17, 18, 19 января в поселке Октябрьский. Зимнее ориентирование на лыжах. Потом планируется 4 кубка по спортивному ориентированию тоже здесь, в поселке Октябрьский. То есть у вас прямо... Сейчас Николай Геннадьевич активно развивает спортивное ориентирование, а я в Пае с ним помогаю. Он на базе Октябрьского, а я работаю на базе поселка Томилино в гимназии 18 в трех школах. Вот видите, как здорово. Вот этим мы завершаем первую часть нашего разговора. Напомню, что у нас в гостях Елена Геннадьевна Раздрогина, российская легкоатлетка и через некоторое время продолжение нашего разговора. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях российская легкоатлетка, мастер спорта России международного класса Елена Геннадьевна Раздрогина, которая живет в городском октябрье Люберц. И, как мы выяснили, в Томилино активно помогает в новом, в новом с точки зрения переформатированного, как сейчас говорят, спортивное ориентирование, которое было всегда, и соревнования, 4 кубка будет и так далее. Вы этому отдаете сейчас с полными силами. Верно? Все верно. Спортивное ориентирование – это вид спорта, в котором участники проходят дистанцию при помощи карты, компаса, от одного контрольного пункта до следующего. На контрольном пункте должны быть расположены на местности. Спортивное ориентирование – это как шахматы на бегу. То есть участник должен читать карту на бегу, получил карту от места старта, бежит до контрольного пункта, читает, выбирает, анализирует путь прохождения этой дистанции, как ему удобнее пробежать. А бежать по тропинке все или же можно прямую через быстро пробегаемый лес? То есть таким образом. То есть должен еще бежать так, чтобы мыслительная деятельность… Ну да, то есть это не просто… Ну мне кажется, что вот обычно, знаете, как говорят в спорте, там футболисты, думать надо – надо. В любом игровом виде думать надо – надо. А когда бежит человек с препятствиями, с барьерами, надо же рассчитывать. Да, да, чтобы скорость соответствовала мыслительной деятельности. А то можно так быстро бежать, и человек не сможет читать карту. Не поймет, где он находится, не дает свое местонахождение. А что дает ориентирование, тем более со школьниками, я так понимаю, это делать? Чему оно учит, чему оно помогает? Во-первых, концентрирует внимание, собранность, быстрому мышлению, умению принимать решения, самое главное. То есть ты берешь ответственность за то, что какой ты путь принял, какой вариант, и ты должен это еще пробежать, намеченный путь ты должен осуществить. А можно убежать в другую сторону, в неправильную? Можно, если вы не тот вариант взяли или как бы ошиблись, не нашли свое место нахождения на карте. Бывают командные или бывают индивидуальные? Соревнования бывают личные, командные, бывают эстафеты. Спортивное ориентирование бывает бегом, велоориентирование, на лыжах зимнее ориентирование, маркированная трасса, выбор, когда вы можете выбрать какую-то дистанцию, или заданное направление, когда уже все прочерчено, от какого контрольного пункта до какого вы должны пройти эту дистанцию. Но это так похоже на современный, как говорят, квест, да? То есть нужно пройти определенную историю. И составление маршрутов, кто это делает? Вот я вижу здесь, например, написаны даже какие-то знаки, что-то они означают. Вот первая позиция, там, 71, солнышко и так далее. Да, это контрольный пункт. И какой контрольный пункт нужно сначала взять, потом последующий, легенда, где находится контрольный пункт. На карте есть телефоны организаторов, есть маршрут, скажем, аварийный маршрут. Как будто мы разведчиков таких юных тренируем, есть такое ощущение? Нет, просто это мы готовим их к жизни, чтобы ребенок убил принимать решение. Хорошо. А потом это хорошее хобби. Если даже ребенок сегодня у нас не спортсмен, он в любой момент может даже во взрослой жизни вернуться к этому виду спорта. Люди занимаются 80 лет, ходят с компасом, с картой, не спеша. То есть расширение возраста. Понятно, что в легкой атлетике, как мы ни крутили, как бы человек долго не держал себя в форме, ну, наверное, там ближе уже к 70-80-летнему возрасту пробежать. Наверное, есть такие люди, я не знаю, которые могут... Да, сегодня есть, да, сегодня есть, бегают, занимаются спортом. 70 лет начинаешь, 65-70, удивительно. А вот в таком виде спорта, да, действительно, может принимать от самого маленького участника до самого пожилого, зрелого. Да, удивительно, да, и 80 лет приходят у нас на спортивное ориентирование, смотришь на них. И самое интересное, что еще вам скажу, я занятия веду не только на территории школы, я иногда дополнительно провожу занятия в парке, в парке сказок, в парке лапса. Вот в воскресенье вчера провела занятие, занятие, мастер-класс по спортивному ориентированию в виде соревнования. Значит, категория родитель-ребенок. И очень приятно смотреть, когда папа бежит за руку с дочкой. А, в семейной. Часто ли у нашей папы бегут с детьми за руки, мама там рядом бежит с ребенком. Вот категория родитель-ребенок, и это развивает не только детей, это родители. Мы, конечно, развиваем детей, отвлекаем их от гаджетов, чтобы они занимались, чтобы было им интересно. Но в то же время и родители таким образом принимают активное участие. Ну, в общем, это такой семейный вид спорта. И вот мы говорим о спорте высоких достижений, ваших, прежде всего, достижений. И завершим скоро программу этим, потому что мы должны рассказать об этой невероятной чаше. И даже трудно себе представить, что в нее наливали после того, как мы выиграли. Да-да-да, шампанское. Было, да? Да, большой. Сейчас до вас. Но все-таки вернемся. Вот я знаю, что еще и проект 5 верст был, да, забег. То есть все, что связано с спортивным подходом, и в том числе спортивное ориентирование, то есть это возможность расширить возрастные рамки, и не только возрастные рамки, а еще и семейное привлечение. В этом вы видите свою цель и задачу. Да, действительно, принимаем участие на пробегах 5 верст по субботам, занимаемся в связи с спортивным ориентированием, проводим занятия не только на территории школы, в парках, везде. Но как бы детям легче изначально начинать в парках, потом переходить в лесной массив. А вот вы видите всегда, вот у этого ребенка есть какие-то, ну, для легкой атлетики задатки. Ой, таких детей много, да. Есть, да? Есть такие, смотришь, они такие вот, именно созданы для легкой атлетики, но родители ведут их, например, в самбо, тэквондо, какой-то вид спорта. Когда их привлечешь, там первый раз пробежит, он с таким воодушевлением, когда же следующий старт. Но вот родители ведут другой кружок. Вы говорите, да, с родителями, что вот мальчик хороший ему, да. Но мы уже определились, там, всякое бывает. Но бывает, что приходят действительно, есть такие одаренные. На вашем месте были и тяжелоатлеты, и все виды единоборств, и футболисты, и волейболисты, и все виды спорта практически, которые существуют. И каждый, естественно, как говорят сегодня молодые люди, топит за свое. Вот все-таки кто царица? Ведь мы же помним, с чего Олимпийские игры начинались, с марафона ведь, верно? Действительно, да. Получается, легкая атлетика? Легкая атлетика, да. Царица? Царица. Но в спортивном ориентировании здесь есть легкая атлетика, выждые гонки. И даже немножко шахматы, да, потому что нужно просчитать свой ход, свое движение, свой путь наперед, как в шахматах. Хорошо, а как вам можно попасть на спортивной ориентировании? Куда нужно прийти? Спасибо большое за такой вопрос, очень актуально. Значит, работаю во Дворце детского и юношеского творчества. К нам можно записаться через госуслуги на мои занятия по спортивному ориентированию, по бюджету, по сертификату. Занятия наши бесплатные. Ну вот видите как, чего ждать-то? Надо приходить, и все, будем надеяться, что... Да, будут дети, мы откроем еще группы дополнительные. Потому что желающие есть. Желающие, то есть есть спрос, да, люди предлагают, да, и хотят еще участвовать в этом. А это как у вас происходит? Каждый день или какие-то специальные дни занятий, или с разными группами в разное время? В разное время, да. Я провожу занятия на Пионерске 1 вторник-пятница, на Гаршино 8 понедельник в среду, на Чехово 2 провожу занятия понедельник-четверг. То есть я распределяю время, чтобы попасть. Я стараюсь во время продленки взять детей. Понятно. Ну и будем двигаться к завершению. Еще раз напомню, что если вы хотите записаться на спортивное ориентирование, где вашим тренером будет российская легкоатлетка, которая на 50 километров бегает, ну это же просто какая-то невероятная цифра. Я все-таки хочу... Можно я еще добавлю? Я хотела бы сказать об успехах Ходорева Николая Геннадьевича, так как он лидер у нас в этом движении спортивного ориентирования, что его ученики его радуют. Есть успехи. Карпов Ярослав, он уже участник всероссийских соревнований по спортивному ориентированию. Призер, победитель. Стрелкова Екатерина, Протесения Иван, Бруковский Федор, Бахитова Алина. Это у них уже первый взрослый разряд. Они чемпионы и призеры чемпионата первенства Московской области. То есть есть куда расти? Да, расти. У меня тоже есть... Мои тоже дети радуют, мои обучающиеся. Такие как Каменева Дарья, Таллаев Лев, Канталинская Алина. Ну здорово. Так что мы потихонечку растем. Ну потому что, потому что в основе всего лежит ваши все-таки успехи, вы им передаете. Я хотел бы завершить нашу программу. Вот это медали. Здесь, я так понимаю, это же, конечно, не все представленные. Какая из этих медалей вам наиболее дорога? Наиболее? Наверное, мой первый старт. Омский марафон, где я выиграла первую машину. Ну в Омске я была два раза. Два раза выиграла. Два раза выиграла машину, третий раз заняла третье место. Парижский марафон. Конечно, Парижский, Монреальский, Турин, Берлин, Лас-Вегас. Ух ты. То есть... ЮАР. ЮАР побросало вас. А, кстати, в ЮАР как было? В Италии, в Китае было. Ну, Италия, Германия, Париж все-таки там более-менее воздух такой похож, на нашу атмосферу. А в ЮАР-то, как вы бегали там, там же, наверное, другой климат? Ну, ЮАР было нормально, скажем, такой климат. Но я все-таки не люблю зимой бегать в жару. Для меня вот жаркий климат такой очень тяжелый. Трудно перекрутиться, наверное. Но самое интересное, для меня, наверное, был старт в Пакистане первый раз, когда я приехала зимой к ним. Я вышла, мы когда прилетели, вот этот свет яркий, мы приехали как кроты, попали, нас вывели на божеский такой свет яркий. Глаза долго не могли привыкнуть. Было очень удивительно вот это. Вот осталось такое яркое впечатление. А второй раз, когда я приехала, два раза была там, я взяла уже солнцезащитные очки, но они тоже не помогли. Там вот другое освещение, другое атмосфера, да. И другое отношение к спорту, ко всему, к людям. Ну, как видите, у нас Елена Геннадьевна побывала в половине мира, в такой важной спортивной половине мира, даже в таких экзотических, в общем-то, странах. Но все-таки к кубку, потому что кубок этот похож на музейный. Ой, он тяжелый. Очень тяжелый, да. Но удивительно, когда я его везла, он мне казался очень легкий. А сейчас я понимаю, что он тяжелый. Вот этот кубок, расскажите, за что вы его получили? Это парижский марафон. Такой кубок дает мэр, когда поздравляет. Я выиграла парижский марафон. Я даже готовилась в 97-й год, и я так готовилась к этому старту. Так планировала, хотела очень выиграть, так настраивалась на этот старт. Я даже свою победу за два дня увидела во сне. Даже во сне? Да, я уже потирала руки, чтобы я себя поздравляю. Нет, верно, меня уже поздравляют, я вела во сне. Ну, такое вот было. И действительно, я выиграла этот марафон, я была очень счастлива. И потом мне сказали наши девочки, мои соперницы, они говорили, мы смотрели по телевизору, и так волновались за тебя. Потому что я очень грамотно распланировала. Когда менеджер ехал на мотоцикле и кричал, «Елена, давай скорее, там лидирующая группа уже впереди, ты отстаёшь намного». Я не поддалась. Я записала время своё на руке, сколько должно у меня быть. Я 25 километров продержалась чисто по времени. Хотела 30, но хватило у меня терпения, у меня 25. И я потом стала догонять лидирующую группу. И где-то на 35-м километре я обошла Румынку. И оставалась, наверное, обошла, 2 километра оставалась, когда я чувствовала, что всё, уже нет устави ноги, очень сложно передвигаться. И вот я смотрю, она рядом со всем. Дышит. Да, да, да. И думаю, тут уже финиш, нельзя сдаваться. И тут уже вся техника, наверное, полетела, и ты стараешься просто до финиша дойти. И была такая радость большая, что я выиграла этот старт. Напомню, что в гостях у нас была сегодня Елена Геннадьевна Раздрогина. Человек, который сейчас занимается спортивным ориентированием. И приглашает вас, жители городского округа Люберцы, принять в этом участие. Оказывается, этот вид спорта активно возвращается. Приходите, ищите в госуслугах. Ну и, конечно же, российская легкоатлетка, которая принесла сегодня медали самых разных городов мира, где она принимала участие. Мастер спорта России международного класса, участница парижского марафона, победительница парижского марафона, вот с таким реальным, таким невероятным кубком. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вам перед побед ваших подопечных. Очень приятно. А это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»